Она здесь прорастает, набирает силы. Сначала пшеница должно казаться, что она под землей. Темно, тепло, сыро. В таких условиях из зерна появляются проростки. Затем им нужен свет. Солнце заменяют лампы. А вентилятор вместо ветра. Так пшеницы создают условия, близкие к естественным. Почва не нужна. Корни сплетаются между собой и сами образуют основу. Надо только поливать. Два раза в сутки. То есть с утра и вечером. Такие ростки называют витграсам. Сейчас в мире это популярный суперфуд. То есть продукт с высокой питательной ценностью. Основная пшеница, которая уже идет для изготовления продукта. По ее высоте и росту она должна достигать не более 12 сантиметров. Осталось только выжать из ростков сок. Наша соковыжималка сделана из медицинской стали. И поэтому сок не окисляется. Напиток готов. Его разливают по порциям. Впервые пробую свежевыжатый сок из ростков пшеницы. Сейчас узнаем, что это такое. Ой, сладкий. Сок пьют в чистом виде или разбавляют водой. Кому как нравится. Для доставки к потребителю продукт подвергают шоковой заморозке. Теперь он может год храниться, не теряя полезных свойств. С начала этого года начали поставки в город Сургут, в город Нижневартовск. Но планируем захватить весь рынок севера, в том числе и Ямал. В основном сок поставляют в эко-магазины. Но есть и отдельные покупатели. Те, кто за здоровый образ жизни. На тюменском производстве за год делают 3 тонны пшеничного сока. Марина Осколкова, Клименте Горбунов. Время Ямала. Тюмень. Редактор субтитров А.Семкин